Руслан, я приехала к вам из города Казани. На моем месте должен был оказаться совершенно другой человек, автор этого проекта, Шигурев Руслан. Сейчас, к сожалению, он находится в Дрездене. Руслан очень болеет идеей переливания крови и создания банков-доноров. Надеюсь, я также смогу заразить нашу идею и вас, как смогу это сделать в полном. В настоящий момент в России остается очень актуальная проблема секунды нехватки данных и крови. Именно поэтому врачи вынуждены требовать возместить эквивалент донорской крови затраченное лечение пациента у его родственников. И это одна из тех проблем, которые мы сможем решить с помощью нашего проекта. Это система поиска доноров крови в социальной сети ВКонтакте. Итак, поиск доноров. Зачем вообще это нужно? В связи с тем, что донорской крови не хватает, врачи, как я уже сказала, вынуждены перекладывать проблему восполнения затраченного лечения крови на родственников пациента и близких. Они, в свою очередь, вынуждены искать ее по своим родственникам и друзьям. Обычно это делается, раньше это делалось за счет смс-пассы, а в последние годы это делается уже за счет социальных сетей. Это, конечно, более эффективно, но это породило также ряд сразу же мошеннических актов различных. То есть, например, система очень простая. Создаете индивидуальные предприятия, которые оказывают услуги населения. Например, гадание по телефону и стоимость этого стоит 200 рублей в минуту. Этот же новый телефон помещается под объявлением, что ребенку необходима группа крови. Позвоните, пожалуйста, помогите, перепостите, расскажите друзьям. Люди звонят, тратят денежки с его личного счета и вот так очень просто работают мошенники. Там вообще не указывается ни город, ни имя ребенка, ни регион, ничего такого нет, только номер телефона и контакт. Включен номер телефона, по большей части, мы уже его учисляем сами. Мы уже видим из похожего номера 1. В итоге получаем полностью недоверие к адресному донорству и, как следствие, возвращаемся к той же самой проблеме к нехватке донорской крови. Особым значением поиска донора крови является постоянная потребность прямого переливания тромбоцитов. Если кто-то с этим сталкивался, то это очень сложная процедура. Это переливание тромбоцитов от донора к онкобольному, что необходимо для поддержания вообще жизни человека в таком состоянии. Но задача тромбоцитов не идет в зачет баллов, которые фиксируются на отчетного донора. Считается только плазм или кровь. И такой важной частью тромбоцита просто не учитывается. Поэтому мы также не идем на донор. Так, ну вот тут можно только прочитать. Ненаверие к адресному донорству и то, что мы получаем в результате этого. Вот так выглядит реальное сообщение в Контакте. Также часть нашей юженерной деятельности об информировании ребят. В Контакте создана наша группа с системой поиска доноров. А вот еще тут указаны мошеннические сообщения. Тут ее не видно, но я зачитаю. Девочки приходят и зовут Ваш Селедина. Находятся там-там-там. Вот, спам. Срочно доллар какого-то. 34-я от рецепции на ребенок выбирают. Номер телефона. Станислав, друзья, я просто люблю. Разместите статус у себя хотя бы на пару часов. Нет ни региона, ни города. Ничего больше не указано. Это я в листам. Вот Руслан Шкурфа, можете только посмотреть, под ним подписался. У меня очень хорошо видно. Удавите это спам, мне и отправитесь. Вот бедная девушка Елена, реальный персонаж. Она просто провелась на это. Из нее за речь раз в год. И она просто хотела помочь ему донести частичку своей тепла и доброты в этом году. Но, тем самым, она это сделала абсолютно обратно. Итак, наша глобальная цель – это создание автономной системы, автономной эффективной площадки для осуществления проекта поиска крови для доноров. Требуем крови и резать на ближайшиеся в любом городе России, в каких странах ближайших зарубежьях, там, где работают сами, здесь, в Канаде. Задача, которая уже выполняется благодаря системе поиска, которую мы выполняем практически ежедневно, это привлечение к системе поиска многих молодых ребят, которые вообще еще не сдавались. Это предупреждение пользователя о мошеннических сообщениях и разъяснение, как узнать ложную просьбу, и пост тех, кто ищет доноров крови. Так, вот нами, собственно, было сегодня приложение, которое здесь вы видите, что которое позволяет выполнить доноров по всей России и зарубежью. Пока что только на основании социальной сети ВКонтакте. Хочу отсоединировать внимание еще на тот факт, что таким образом люди, которые ищут крови, общаются непосредственно с донором. То есть мне нужно выходить на банки крови, можно сразу договориться о времени, вместе встречи, договориться с его родственниками и друзьями, если человек сам не надо прийти, что повышает эффективность поиска крови необходимых. Вообще, проект направлен на тех, кто делает их принципы, которые помогут. Даже мне сейчас часто пишут люди, которые просто видечат меня на первую положительную группу крови и спрашивают спана, можете прийти, помочь сдать кровь. Я вот донором не являюсь, но я с удовольствием прийду и помогу ребенку, любому человеку, который нуждается, если это действительно жизнь необходима, это не такой же спан и развод. Ну тут я еще тоже хочу задать, что я уже рассказала. Я тоже уже рассказала. Я хотела бы показать некоторые отзывы о нашей работе. Вообще, в нашей группе оставлено около 110 отзывов за год работы. Это не очень много, но это не все люди, которые воспользовались нашей системой. Очень много людей писало личные сообщения с благодарностью о создании нашей группы. Ну тут, допустим, написано, «Молодя, в практической ситуации искать бонус в первую обитацию на несколько дней, без результата». По поиску ушло шесть человек, а только два человека захотели помочь и делали это. Спасибо. Такой благодолгородный проект мы нашли и нас сами. Это такой вопрос. То есть, действительно, мы вычисляем эти сайны и дарим вам ссылку на эту группу. Москва тут тоже. Санкт-Петербург подписывались. Вот, блин, Мирайя Созерк и Нижняя Скала, донорка, нашла в нашем городе Алматы. 11 человек, а третий листей. Спасибо всем, особенно Старуслава, за ссылку. То есть, люди, действительно, получают эту помощь. Они получают эту правду, получают то, что им необходимо. Скала в Казани донора для новорожденной племянницы. Я даже не представляла, что есть такие люди, которые готовы идти на помощь совершенно незнакомым людям. Это действительно плюс вашего, спасибо вам. Теперь, коротко, по итогам работы группы. Более 5500 человек сейчас привлечено к нашему сообществу. Более 110 отзывов, как я уже сказала, с благодарностями. Наиболее 50% отзывов на должности, что нашли донорку именно с редкими группами крови. Это облицательная группа и четвертая положительная. Которая, ну, среди личных контактов обычно очень сложно быть. В сфере, в общем-то, то, наша команда. И то, зачем я, собственно, здесь нахожусь. Мы видим в нашем проекте в дальнейшем два направления развития. Первое направление развития – это остаться также работы ВКонтакте, где, в принципе, есть наша телевая история. Это показало и доказало свою эффективность. Но хочется расширяться. И второй – это путь развития. Это более сильный размах уже. Это выход на все социальные сети с объединением в единую базу на сайте Донорсорч.рог. Представьте, то есть, например, вы ищете донора, заходите на сайт, отбиваете просто город и требуемую группу крови или инфлантов. И вы уже получаете список людей, которые готовы помочь. Список людей с этой группой крови. Вы можете увидеть, кто из них сейчас находится онлайн, в какой социальной сети, и тут же моментально просто выйти с ним на связь. Это очень эффективно, можно сказать. Это позволяет максимально просто быстро. Вот именно этот пункт мы бы хотели осеять с помощью спецсоциальной технологии. Собственно, сайт Донорсорчук, как и другие социальные сети. То, что мы видим поощрению программистов, волонтеров, работы программистов, рекламы. Да, по поводу рекламы. Основной контингент людей мы проводили мониторин, которые дают кровь донорам до 18-35 лет. Соответственно, молодежь. Поэтому мы и начали социальные дети вконтакте, потому что именно там молодежь концентрируется. Молодежь разная социальная. И мы бы хотели, в зависимости от финансирования проекта, определить масштаб рекламы. Мы уже пробовали делать, профитировали рекламу на Вконтакте. По-моему, есть. Да, вот, собственно, мы видим, что основной контингент, это 18-25 лет, большая часть женщин до 35 лет. Вот основная целевая группа наша. Что мы делали с помощью эффективного рекламы? Посмотрели, насколько это эффективно. Как вы видите результаты на экране. Стоимость видите на экране, то есть, сколько людей можно привлечь. Сейчас мы работаем за счет только своего личного бюджета. Но мы стараемся привлекать к директору с помощью такой платной коммерческой рекламы. Также мы хотим выйти на мусины, на территории Вконтакте. И знать, что там есть сейчас приложения, каких-то онлайн-гидер, где вначале идет рекламная заставка. Тоже одна из наших задач. Мы сейчас видим, мы тут на этих организаторов, на авторов этих игр, чтобы они вначале, в качестве заставки, может быть, наиболее послали на рекламы нашего сайта, чтобы рассчитывать что-либо наше приложение в Вконтакте. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.